США сняли с России часть санкций. Они касаются сотрудничества с Рособоронэкспортом по только одному вертолетному проекту. Об этом заявил спецпредставитель президент по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД России Замир Кабулов. Он отметил, что США тратят миллиарды долларов на поставку афганским властям техники, в то время как Кабул заинтересован в российском вооружении. По его словам, Владимир Путин поручил договариваться, некоторые стрелковые оружия и боеприпасы будут поставляться безвозмездно. За продвинутые технологии, конечно же, придется платить, бесплатно они не будут. По контракту с американцами еще в позапрошлом и предшествующем году Москва поставила в Афганистан 63 вертолета Ми-17. Ну, плюс ко всему, там было уже несколько десятков вертолетов во времена Советского Союза, отправленных. После того, как Штаты ввели санкции против Рособоронэкспорта, они оказались бесхозными. Дело в том, что обслуживать-то их было абсолютно некому, а новый контракт не заключить санкции же. С чего вдруг американцы раздобрели? Давайте узнаем у главного научного сотрудника Института США и Канады, доктора экономических наук Владимира Васильева. Владимир Сергеевич, приветствую вас. Что же они вот так вот нас сначала вроде бы задавить хотели, а сейчас на попятную пошли? Удивительно. Вы знаете, если говорить коротко, то причины... Вот есть такое воражение социально-экономические, а здесь шкурно-экономические. Шкурно-экономические интересы состоят в том, что это вертолеты, которые используются в военных операциях. Это не прогулочные вертолеты. От их, в общем, успешного функционирования зависит жизнь американских военнослужащих. Это надо хорошо понимать. Или жизнь вообще военного персонала. Вторая ситуация связана с тем, вот то, что в Америке сегодня нет денег. Понимаете, нет денег... Как вообще могла быть решена эта проблема вертолета? Ну, просто поставить, скажем, американские вертолеты. Скажем, закупить какие-то в других странах вертолеты. Понимаете, а что у нас сегодня получается? Получается интересная вещь. За морем телушка-полушка, да перевоз дорог. Во-первых, эти вертолеты, помимо того, что надо закупить, еще перебросить в Афганистан. Это дорогая операция. Во-вторых, действительно, за последние... В американской экономике сегодня, в деловом секторе, в инвестиционном секторе наблюдается спад. Более того, я вам могу сказать, то есть сокращаются инвестиции в закупку оборудования, в производство новой техники. Более того, сокращается в оборонный бюджет Пентагона именно на закупку новой техники. Нет денег. Вот американцы пока об этом как бы помалкивают, молчат. Вообще, в этом году происходит замедление темпов роста американской экономики. Она уже, в общем, составляет примерно меньше одного процента в год. Вот в расчете на годовое измерение. И получается, что сейчас американская экономика идет только на потребительских расходах внутри страны. Вот это отсутствие денег, понимаете, в сочетании с этим планированием. И привело к тому, что ну проще просто дать сейчас контракт, уже продлить контракт вот с Рособоронный экспортом. И с другими, там встает вопрос о чешских фирмах, на обслуживание этих вертолетов, нежели проводить дорогостоящую операцию по модернизации парка, вертолетного парка, вот за счет ресурсов Пентагона. Владимир Сергеевич, ну они же сами формировали черные списки. Просто не смогли предугадать, что сотрудничество с Рособоронный экспортом понадобится? Это вопрос, вот недавно, буквально на той неделе, в Нью-Йорк Таймсе было опубликовано большое письмо 80 американских генералов в поддержку Трампа, которые именно сказали, что вся военная политика при администрации Обамы совершенно не является нескоординированной, непродуманной, нерациональной. Понимаете, одно ведомство вводит санкции, другое ведомство воюет, нет координации, нет взаимодействия, нет вообще понимания целей. Вот эта ситуация вызывает очень большие, ну вот она и привела, например, к тому, что американские военные, вообще то, как ведутся военные действия, не только в Афганистане, но и в Сирии, в Ираке, на Ближнем Востоке, очень не готовы. То есть очень недовольны. Вот этот непрофессионализм идет во всем. Понимаете, политика доминирует над экономикой. Вот хотим, понимаете, ввести санкции, это нанесет ущерб России. А вот как это на тебе скажется, ну вот как Семен Семенович Горбунков в известном фильме. Ах, да-да-да-да-да. Ну вот это да-да-да сегодня выясняется. Оказывается, и по тебе это тоже бьет. И довольно болезненно. Ну а если вспомнить о том, что мы еще, у нас было очень много недопонимания в связи с сирийскими операциями, тем не менее сейчас вроде бы обо всем уже договорились, идет координация между нашими странами такая, налаженная уже. Вот это все совпадение или все-таки действительно началось потепление отношений между нашими странами? Я думаю, что здесь совпадения нет. Эта координация носит, понимаете, чуть ли не рассчитана не на неделю. Не успели мы чего-то договориться, как последовало заявление, как вы знаете, Картера. Вчера последовало ответное заявление Шойгу. То есть все это продолжается. Но продолжается именно опять вот в том ключе, в котором я сказал. Политика доминирует над многими другими вещами. В том числе даже над вот этим элементарным здравом военным смысле, логикой военных операций. Лично я вообще не очень как бы думаю, что может быть вот эта договоренность, ведь она простая. На 48 часов, потом еще на 5 дней, а потом посмотрим. Ну что это за договоренности, которые на неделю заключаются. И то, для того, чтобы их подготовить, нужно 2 недели. А для того, чтобы, как говорится, они будут реализованы еще на неделю. Поэтому здесь надо быть по-прежнему осторожным. Но осторожности, это сегодня связано, опять подчеркиваю, с полным хаотичностью. Возможно, вот с хаотичностью, которая наблюдается в Вашингтонном в связи с предвыборной кампанией. Не справляется Вашингтон со всеми проблемами. С афганистанскими, с сирийскими, внутриполитическими проблемами. Ну вот, голова одна, а проблем гораздо больше. Ой, а что будет через 2 месяца? Подождем, увидим. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич. С нами был кандидат, доктор экономических наук Владимир Васильев.